На часах уже 7.20, а звуков сирены по-прежнему не слышно. Нетревожная тревога. Александр Гнетнев искал сирены в просыпающемся городе. Позвонить в ГИБДД, грубо говоря, настучать на своего друга. Более 100 потенциальных убийц на автомобилях только поймали и только за неделю. Илона Румянцева спросила у петрозаводчан, как они относятся к пьяным за рулем. Для участия в крейсерской гонке на старт вышли 30 яхт. 134 человека. Сегодня на Онежской регате стартовала самая продолжительная крейсерская гонка. Александр Лычагин провожал в путь яхты. На телеканале НЕКОПЛЁС вы смотрите новости в студии Светланы Воробьева. Здравствуйте. Не слышно звон и не знаем, где он. С такой системой оповещения мы войну проспим. Сегодня утром Петрозаводск тихо и привычно просыпался. И если бы что-то случилось чрезвычайное, горожане бы не только не спаслись, но даже не узнали бы об этом. Тревожных сирен, которые проверяли сегодня, спящий город, можно сказать, не услышал. Проверка системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации прошла довольно камерно. Не было шансов спастись от условного несчастья и у нашей съемочной группы. С 7 до 7.30 утра нас должны были разбудить. Сирены с точек оповещения на улицах и сигнал «Внимание!» по телевизору и радио. Что-то вроде учебной тревоги, правда, бежать никуда не надо. Мы выбрали центральные точки города, чтобы все услышать своими ушами. 7 часов утра на проспекте Ленина. Спустя еще 20 минут и уже на площади Кирова. На часах уже 7.20, а звуков сирены по-прежнему не слышно. Хотя, как было сказано накануне, именно с 7 часов утра до 7.30 город должны разбудить звуки учебной тревоги. Но город проснулся без посторонней помощи. На главной площади и на центральном проспекте Петрозаводска на удивление тихо. Вся надежда на телевизор. Возможно, он оповестил горожан как следует. И правда, с неверным московским временем в эфир центральных каналов ворвался карельский дежурный. Внимание! Производится техническая проверка системы оповещения. Московское время 7 часов 00 минут. Оперативный дежурный заборен. Повторяю. Между тем, мероприятие нешуточное. Внеплановая проверка системы оповещения проводится в соответствии с президентским указом. Причина – трагедия в Краснодарском крае. Под контроль попали системы оповещения. В Петрозаводске 83 сирены. Сколько из них в боевом состоянии, еще предстоит выяснить. В сети подводят свои итоги. Тишина. И у нас на Октябрьском тишина. Надеялся, разбудят. Не получилось у МЧС. Первомайский шотмана вниз по Мурманке тихо. На Зарике сирены слышно не было. Перевалка тихо. Для этого и проводится эта проверка, чтобы выявить слабые места. Возможно, где-то какие-то сирены единичные там, может, вышли из строя. Сейчас мы вот им соберем информацию, проанализируем и, соответственно, будем принимать меры к восстановлению. Как пояснили в МЧС, ныне действующая система оповещения работает еще с конца 70-х. И потому остро нуждается в модернизации. А на такие дела нужны деньги. Говорят, последний раз проверка, подобная сегодняшней, проводилась лет 10 назад. Сирен не слышали и точно бы не спаслись. Александр Гнетнев, Ярослав Березин и Никита Ларин. Телеканал Ника+. Расторгать договоры аренды с нарушителями намерены петрозаводские власти. Речь идет о тех, кто продолжает торговать пивом в ларьках. По информации МВД, за прошлую неделю за продажу пива в торговых точках, не имеющих на то права, сотрудники привлекли к административной ответственности 25 должностных лиц. В ходе проверок изъяли более 70 литров пива. Со злостными нарушителями петрозаводские власти решили не церемониться. Первый заместитель главы администрации Петрозаводской Евгений Журавлев уже дал поручение Комитету управления муниципальным имуществом и землепользования начать процедуру расторжения договоров аренды земельных участков с предприятиями торговли, которые в нарушение федерального закона, вступившего в силу с 1 июля, продолжают продавать пиво. Купить слабоалкогольные напитки на остановках постепенно становится все сложнее. В первую очередь это радует сотрудников ГИБДД. В ходе рейда, который инспекторы совместно с другими подразделениями полиции проводят в эти дни, выявили столько нетрезвых водителей, что это выходит за рамки всякой разумной статистики. Профилактический рейд называется «Останови пьяного водителя». Так вот, таковых за шесть дней отстранили от управления 154 человека. Подробнее Илона Румянцева. Чем ближе к вечеру, тем больше за руль садится нетрезвых водителей. Почему-то в подпитии человек уверен, что в темноте авось не заметят. Так вот, заметят. С 21 июля в Карелии объявлен рейд. Чуть вильнул колесами и вам уже машут полосатой палочкой. Остановить и проверить документы имеют, кстати, право не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники ППС и прочих подразделений полиции, которых в большом количестве привлекли к этому мероприятию. И вот итог. За шесть дней 154 человека и по заслугам перешли в разряд пешеходов. И высокие чины лично просят всех сограждан быть бдительнее. Если вы видите, что человек садится в состоянии алкогольного опьянения за руль, сообщить данную информацию в местные подразделения милиции или ГИБДД. Если вы остановили такси и тот же водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, тоже нас проинформировать и ни в коем случае с таким водителем не совершать каких-то поездок. Пьяный водитель – это угроза, это преступник. Призыв полковника полиции сообщать обо всем увиденном еще лет 10 назад восприняли бы в штыки. Но сегодня, когда по телевизору то и дело мелькают кадры страшных ДТП, многим стало недочистоплюйство. Позвонить в ГИБДД, грубо говоря, наскучать на своего друга и, возможно, поссориться с ним навсегда, или, возможно, спасти чью-то жизнь. Этот вопрос не из легких, но, похоже, петрозаводчане сделали свой выбор. Большинство из запрошенных нами на улицах города однозначно ответили на вопрос, смогли бы они позвонить в полицию, если бы речь шла о знакомом водителе. Я бы смогла. Ну, честно, да, смог бы сообщить, потому что, например, по вине даже того же моего друга может погибнуть невинный человек. Ну, сообщать надо. Я бы его не пустил бы за рулем. Сам. О том, что пьянство за рулем – преступление, говорит статистика. Только в июле по вине пьяных водителей в авариях пострадало 22 человека. Есть одно ДТП и со смертельным исходом. В ГИБДД напоминают о самых ужасных случаях, когда погибли дети. Шесть лет назад рядом со школой искусств номер один по вине пьяного водителя погибла девочка. Получили травмы еще трое пешеходов. Эту трагедию в Петрозаводске не могут забыть до сих пор. Наверное, поэтому сегодня большинство голосует за ужесточение наказаний для тех, кто позволяет себе совмещать алкоголь и вождение. Обо всех подозрительных автовладельцах вы можете сообщать по телефонам доверия А сегодня ночью в Костомукше неизвестные пока злоумышленники подожгли два автомобиля. Причем оба они принадлежат сотрудникам полиции. Информация о том, что горит автомобиль «Форд» поступила в дежурную часть полиции Костомукше в половине третьего ночи. Затем почти сразу на телефон 02 сообщили еще об одной загоревшейся машине – автомобиле «Ниссан». Как выяснилось, первая машина принадлежит сотруднику подразделения полиции по охране общественного порядка, вторая – сотруднику следственного подразделения. При осмотре мест происшествия оперативники изъяли следы горючей жидкости и назначили экспертизу. По обоим фактам вынесены постановления о возбуждении уголовных дел. Правоохранители активно разыскивают тех, кто может быть причастен к поджогу. Посмотрите новости, мы продолжаем. Онежская регата продолжается. Сегодня на старт крейсерской гонки вышли 30 яхт-классов. Четверть тоник, копен 800 и 32 фута. До финиша спортсменам придется добираться более суток. В довольно сложных погодных условиях Александр Лычагин провожал ихцмена в путь. В настоящий момент на просторах Онега проходит четвертая по счету гонка онежской регаты. В ней участвуют крейсерские яхты трех классов. Четверть тоники, копен 800 и 32 фута. В последнем классе выступают в основном карельские спортсмены. Через несколько минут начнется стартовая процедура. Вещи, марки, грот, Илья! Для участия в крейсерской гонке на старт вышли 30 яхт. 134 человека. Среди них два олимпийских чемпиона и 19 женщин. Другими словами, каждый седьмой участник регаты на самом деле участница. И стойкости этих женщин можно только удивляться. Существует расхожее мнение, что женщина на корабле – дурная примета. Однако опытные яхтсмены с этим категорически не согласны. Женщина на корабле – это немножко успокаивает яхтсмена в раз. Во-вторых, создает определенную атмосферу. Два. А это говорит о том, что экипажи дружные. Им хорошо, и девушкам хорошо, и женщинам хорошо, и ребятам хорошо. Поэтому жизнь сама опровергает ту старую мысль, которая была высказана древними моряками. Судя по прогнозам, погода обещает яхтсменам сюрпризы. Их ждет и штиль, и сильный ветер до 20 узлов. Убедиться в том, что гонка предстоит серьезной, можно было прямо на старте. Так, из-за сильного порыва ветра две яхты класса «Опен-800» чуть не столкнулись. Разошлись буквально в нескольких сантиметрах, а всего через пару минут другая яхта из-за незначительного упущения рулевого едва не протаранила судейский корабль. Извините, у меня что-то не случилось. Сам раз, сам устал. Однако судьи и организаторы уверены, что только в таких суровых условиях и можно выяснить, кто из спортсменов на самом деле лучший. Три, две, одна. Эта гонка считается одной из самых продолжительных в текущем сезоне. Командам придется добираться до финиша более суток и пересечь с запада на восток и обратно все «Онега». Александр Лычагин, Евгений Евдокимов и Рудольф Вайс. Телеканал «Ника плюс». И это все новости на сегодня. Смотрите их в интернете по адресу nikadifismedia.ru. Добро пожаловать. Спасибо, что остаетесь с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok